Экскурсия по легендарному крылатому Руслану, выставка воздушной и военной техники, танцевальный флешмоб, концерты, фейерверк и многое другое. В Ульяновске отметили День Воздушного Флота России. Главная и самая яркая точка Дня Воздушного Флота в Ульяновске по традиции на территории аэропорта Восточный. Здесь в этот день открыт вход в невероятный для простого человека самолет Руслан. Мне понравилась кабина самолета. Я увидела, как сам выглядит самолет и как это интересно. Всех интересует авиация. Тем более Новый Город, это авиационный город. Мы всегда каждый год приезжаем с детьми. Для детей это самое главное. Для детей это мечта, это авиация, это космос. Это все в нашей стране. Это очень сильно мобилизует. А еще вдохновляет и удивляет. Восточный под ярким солнцем встречает тысячи желающих окунуться в атмосферу. Возле сцены выставка самолетов, вертолетов и военной техники. К примеру, вот такой непривычный УАЗ предназначен для сопровождения воинских колонн, вывоза раненых и организации безопасности движения. Рядом пушка-гаубица, противотанковая МТ-12, военная электростанция. На фоне всего этого флешмобы, мастер-классы для детей и большой концерт. История праздника уходит своими корнями в далекий 1912 год, когда император Николай II повелел создать первую российскую авиационную часть. Тогда и появился императорский военно-воздушный флот. Ну а сегодня отмечается 90 лет со дня первого праздника российского воздушного флота. В Ульяновске находятся два международных аэропорта. Наш город богат на предприятия авиационной отрасли, на которых трудятся тысячи людей. В России по инициативе президента была создана рабочая группа, которая занимается развитием программы гражданской авиации. В этой программе предусматривается до 30-го года строительство тысячи самолетов, десяти видов и типов. И очень важно отметить, как Алексей Юрьевич сказал, о том, что компетенция, опыт, технологические возможности и кадровозможности ульянских строителей позволяют в полном масштабе воспользовать этот ресурс всем, чтобы принимать участие в реализации этой программы. Из аэропорта к вечеру праздник переместился в центр нового города. Там встретили звезды российской эстрады. Со сцены участников события снова поздравил глава региона. Этот праздник именно наш. Праздник именно Ульяновска. Правительство Ульяновской области будет делать все для того, чтобы эти наши предприятия были загружены на 100% и на многие-многие годы вперед. И чтобы те наши ребята, которые там работают, получали самые достойные зарплаты. С праздником! Завершением Дня авиации в Ульяновске стал праздничный фейерверк и выступление Владимира Захарова и группы «Рок Острова». Ксения Грищенко, Юрий Давыдов. Вести Ульяновск.